МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите их этим выпуском. Больше уваги до пациента. С первого студия, не специалисты, которые обслуговывают дорослых и детей, первичный прием будут проводить на 5 минут до уже. Если экономия может озморочить свято, на Гомельщине начинается проведение рейдов по затримании браконьеров, которые занимаются высеканием елок. С 7 нового года выстава сувенирных свинок открылась у областной универсальной библиотеки имя Ленина. А сейчас об этом иншем больше подробно. С выше 550 объектов нерухомости селета набыли новое житем. С початку года комитет Гомеля обломаемость провел омаль полторы сотни аукционов. По часу их было продадено с выше 100 объектов больше, как на полтора миллиона рублей. До речи, селета активизовалась новая форма продажи майомости на электронной плясце белорусской универсальной товарной биржи. Селета таким чином продали 3 объекты. Чарговые электронные торги пройдут с 28-го Снежня. Пропонуются 16 объектов, которые находятся у Гомеля, а также в Светлогорском, Мазырском, Лельчицком и других районах. В областном центре, например, можно набыть будинки кинотеатра «Юбилейный» Лицея на Ландышево. На некоторые объекты подано несколько заявок. Прием документов для участия в аукционе продолжается до 21 декабря включительно. Кроме электронных торгов, комитетом Гомеля обломущества продолжена работа по проведению аукционов, которые проходят по адресу Гомель, простых тлени на 3. Продажа объектов протягнется и в наступном годе. Так, на студене уже запланованы 3 аукционы. Урачи агульной практики смогут примать пациентов на 5 хвилин до уже. Такое решение отримавливается у постанови Министерства охоты здоровья. С первого студене специалисты, которые обслуживают дорослых и детей, первичный прием будут проводить 20 хвилин, а профилактичные, у выделенные дни альбогадзины – 15. Урачам агульной практики, которые принимают дорослых, на первичный прием выделят 18 хвилин. Зменение норм часу для урачов агульной практики обумовлено по ширинам мехкола обовязков, а так само больш широким узровнем ведов, умений и навыков управлений с участковым терапевтом. Такие специалисты оказывают меддапамогу галинетерапии, нейрологии, офтальмологии, гинекологии, хирургии и гэтак далей. Сегодня отбылось посаджение коллеги управления спорту и туризму гомельского облавы Канкама. На прадку дня – питание развития туризма. Головный показчик у этой сферы – экспорт. По выниках 2018 года гомельская область с доведенными личбами справилась. Организации региона экспортировали туристичных послуг на 15,5 млн. долларов. Передумовы для таких показчиков – некольки. Это утымлику и 30-денный безвиз. Однако главное, что у гомельской области вызначились с наибольшь перспективными для региона видами туризма. Это деловый, сельский, спортивный и медицинский туризм. До речи опошней не губляет своих лидирующих позиций. На отпочинках у наших санаториях у замежников попыт стабильно высокий. Особно разглядели подчас посаджения пытания развития туризма в Житковицком районе. Это регион – один из самых перспективных. На сегодняшний день мы уже можем говорить о том, что там сформированный продукт, который хорошо продается. Это религиозный туризм, потому что сегодня все-таки святыни там наши находятся, и люди продолжают туда ехать. Ну и мы говорим о том, что сегодня это туризм, ну, как бы такой смешанный и агротуризм, и охотничий туризм, потому что все-таки приближенность к национальному парку, плюс наличие хороших мест размещения, рыбалка, охота, значит, ну и я бы, конечно, не списывал и говорил бы о том, что сегодня у нас Туровщина и Житковичи были, ну, скажем так, тем регионом, которые показали, что такое промышленный туризм, и очень многие предприятия по их стопам пошли, и до сих пор, я хочу сказать, они держат планку. На Гомельшине начинается проведение рейдау по затриманне браконьеров, які займаются высеканием елок. А прочатагона, передо дненового года, лязгасы установили додатковые фотопастки. Что тышится покарання за такий вид браконьерства, то помер штрафа для физичных особ може досягать 50 базовых величин, як не сапсаваць сабе свята, ведая Олег Синцерову. Была неколе такая детячая песня об тем, что в лесе народялся елка, и там ее наросла. Але зимой ее стало холодно, по этой причине добрые люди всех принесли до дому. По судности, таки хлопот, это звычайное браконьерство. Меж тым на этой песне выросло не одно поколение. У вугле факту новогоднего браконьерства зараз стало значительно меньше, чем еще некие 10 годы тому, але и они усе еще сустракаются. Люди рызакуются, навод неоглядящие на достатково значительные штрафы, продовлеженные администрационным кодексом от 5 до 50 базовых величин для физичных особ. У грошового величиня это от 122 до 1225 рублев. В 21-м снежне сочет за парадком почнуть джаж автоинспекция и все природоохранные службы. Гомельским опытным лесхозам в преддверии новогодних праздников проводятся усиленные рейдовые мероприятия. Согласованы графики проведения рейдов с ГАИ УВД Гомельского облсполкома. Также будут проводиться мероприятия с инспекцией охраны при президенте животного и растительного мира. Таким образом уделяется особое внимание обследованию молодняков лесных культур, предлагающим к дорогам. В плане борьбы с браконьерами фотопастки в угле достаточно эффективные. Зауважить их складано, а в лесгасе сигнал отримывают практически в режиме реального часа. Есть мягчимость оперативно затримать порушальника. Больше легкий и безопасный способ отримать новогоднее древо официально на бытие в лесницах обойдется в разы тоней чем на минимальный штраф за незаконное высекание. Мы сами заготавливаем лесная охрана. Работники лесного хозяйства заготавливают сосенки эти, потому что так как у нас ельников нету молодых, в основном сосенки. Привозим их в лесничество. Человек приходит, выбирает, идет, оплачивает. Ему выписывается накладная, и он с накладной идет домой вместе с елочкой. Есть чайная максимальность не сопровождать новогоднего свято, на бытие елку на кермышах с 22-го снежной. Тут подчинется реализация живых древ, а поколь широкий выбор штучных на любой густ и кошт от 80 до 350 рублей. Самые дорогие, силиконовые. Реализаторы кажут, что якостную штучную елку можно выкористовывать как минимум 10 годов. Олег Синтеров, Владимир Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Як левш подрыхтовать свой дом до рожства, як правильно поводзить себе подчас посту, так само тябовязково верующему человеку наведвать царкву. На гэта и інше питанье завтра откажет архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан. С 14 до 15 годин отбудется диалог с насельництвом на прямой линии Гомельской правды. Звернуться можно по номеру телефона 33-26-89. Шаровництва на коляды. У рамках доброчинной акции депутаты Гомельского Городского совета сумесно с коллективами Гомельмаша и Злина набыли обсталявания для сенсорного покоя у допоможную школу-интернат номер 5. Передать подарунки вырошили подчас новогоднего ранешника. Сегодня у специализованной установе навучается 173 дитяти с особливостями психофизичного развития. 40 зиг на протягу учебного тыдня живут в интернате. Батьки их забирают на выходные и каникулы. Для занятков с детьми, у которых назираются комбинированные порушения, у школы обсталевали сенсорный покой. В учебном раскладе он значится по некольки разов, что дённо. Все депутаты Городского совета, трудовые коллективы Гомельмаша, заводы Летяй-Нормали, за собственные средства приобрели, так сказать, необходимые вещи для сенсорной комнаты. Это мебель бескаркасная, два стола, которые можно рисовать песком. Им эта комната очень необходима. Мы перед тем, как решать, что приобрести, переговорились с руководством школы, они, я думаю, что дети будут очень довольны и рады нашим подарком. Обсталевание для сенсорного покоя специализованное. Набыть его вельми тяжко. И такая спонсорская допомога небысь с оправданной вчерауництва на Новый год и коляды. Вчерауництва на рожством. Доброчинный концерт собрал сотни детей и дорослых у Гомельским городским центры культуры. На сцене выступили больше как 450 новученцев педагогичного колледжа имя Выгоцкого. Навучальная установа организовала мероприемство при поддержке Гарвы Конкама и Головного управления дукации Аблы Конкама. Программа складалась из двух блоков. С початка глядачей убачили театральную постановку по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Его представили актеры народного аматорского театрального коллектива «Летутенники». Другая частка гэта концерт творчых коллектива у колледжа. Его промерковали до году малой родимой и назвали традиции поспехового разведця. Даречи, разведцю творчых с дольностями у наученцев у колледжа особливая увага. Мы сегодня пригласили в городской центр культуры людей для того, чтобы показать, что в учебном заведении создаются условия для развития творческих способностей учащихся. Мы не артисты, мы только учимся и осваиваем профессию педагога. Но сегодня в преддверии таких важных и значимых праздников для каждого из нас мы хотим поделиться теплом, добротой, своим творчеством с гомельчанами. До речи, у Гомельским городским центры культуры можно будет набыть незвычайные новогодние подарунки. 24-го Снежне пройдет кермаш выработ ручной работы. Свои творы презентуют рамесники клуба «Чаронные подарунки». На выставе можно будет набыть разные упрыгоживания, керамику, интерьерные и гульнявые ляльки, а так само аутерские кондитерские присмаки. Кермаш будет працевать за 12 годин до 18 30. Гомельский Палацево-Парково-Ансамбль стал первым в области партнером туристичного проекта «Карта-гостя». Это одинная электронная карта для туристов с беспрапинным термином день. Есть несколько форматов VIP, премиум, люкс, бизнес и эконом. Карта-гостя дает право разового наведования бесплатно или со скидкой значной колькости музеев и экскурсий, которые включены в программу. В Европе подобный проект працует уже не первый год, аналогичные карты имеют 40 городов. 50 экспонатов с Державного музея имя Александра Пушкина можно убачить у картины галереи Гаурила Вашенки. Выстава имеет назву «Иван Тургенев, русский европеец». Организация экспозиции стала макшимой благодаря саденничанию Российского Центра науки и культуры в Гомеле. Выстава одно из 200 год с дня народжения Ивана Тургенева. Первыми экспозицию оценили испанцы, затем она отправилась в тур по 12 краинах света. Мета выставы показат, что Тургенев был послом русской интеллигенции за мяжой. Первым вывел русскую литературу в свет, открыл ее для европейцев. Виноват он познайомил их с Пушкиным, Лермонтовым, Толстым, Салтыковым, Шадрыным. Разом Сергеевича Тургенева. Выставка уже прошла в Минске. Вот сейчас она привезена в Гомель и проходит она в рамках проекта, организованного представительством Россотрудничества Республики Беларусь совместно с Министерством образования Республики Беларусь «Великие мастеры языка и стиля». Здесь 50 экспонатов, 50 картин, которые демонстрируют различные выдержки из произведения Ивана Тургенева, демонстрируют различные веки из его жизни. Выстава сувенирных свинок открылась у областной универсальной библиотецы имя Ленина. Статуэтки символа недоходящего года представлены из приватной коллекции хамельчанки Тамары Климович. Экспозицию складают выробы из разных материалов керамики, нефриту и бурштину. Сувениры по майстерску выполнаны и размалеваны вручную. Фигурки свинок, які сядят у обдымку, малюнки живел на паштовках часов СССР, традиционные скарбонки, поросяты у техницы гжель, подсвечники, магниты и гэта далека неполная коллекция Тамары Климович. Она собрала больше 200 разностайных символов на доходящего года. Сирот их есть экземпляры из Канады, России и Украины. Цекава, что Тамара Климович так само родилась уготь свиньи по китайским гороскопе, что и обумовило захопление. Коли ее дети были еще маленькими, муж Тамары Леонид Климович привез ему подарунок перших гумовых парсючков. Сябры и знайомые так само начали пополнять коллекцию. Необычная и очень практичная свинка-кошелек. Не копилка, которых много, кстати, а свинка-кошелек. Мы до сих пор в ней держим мелочи. Даже здесь она с мелочью, потому что есть примета, что кошелек всегда должен с деньгами быть. Поэтому даже здесь в ней деньги. И украинские, и российские, и белорусские копеечки. То есть она мне очень дорога. Есть книжки, вы же понимаете, про свиней, сказки про свиней, фильмы про свиней, мультики про свиней. То есть даже команда у меня была свинячая, называлась Хрю, хронически разумные юноши. На открытии выставы гости погуто релизула дальницей коллекции и по удельниче лютематичной викторине от засновальника клуба интеллектуальных гульняв «Белая рысь» Леонида Климовича. Это и так само иншие новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomil.by На этом выпуск завершен. Доброго вам вечера и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает «де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Гомельчане неудачно пошутили в аэропорту о бомбе в багаже и не смог улететь из Сургута в Гомель. В России в отношении шутника возбудили уголовное дело. 33-летний мужчина, который должен был вылететь ранним утром 17 декабря из Сургута в Гомель, при регистрации посадки на рейс заявил сотрудникам аэропорта, что в его сумке находится бомба. Полицейские и кинологи со служебной собакой незамедлительно обследовали весь багаж пассажира. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было. Но проведенное освидетельствование у весельчака показало наличие алкоголя в крови. Теперь за заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении Беларуса возбуждено уголовное дело. Мужчина остается под стражей, ему грозит штраф до миллиона российских рублей. В Гомеле неизвестная девушка рассчиталась за покупку банкноты достоинством 200 российских рублей. Продавец обнаружил обман в конце рабочего дня. В милицию обратилась жительница Гомельского района. Женщина сообщила о том, что работает продавцом на торговых рядах Гомельского центрального рынка. Днем молодая девушка купила у нее женские сапоги и расплатилась купюрой Национальной Банкой России достоинством 200 рублей, которую продавец приняла за нашу. Обувь импортного производства стоимостью 150 белорусских рублей обошлась девушке даже дешевле, чем самые простые шлепки. Еще 50 рублей она получила в качестве сдачи. Сотрудники милиции разыскивают неизвестную молодую особу. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Закурил и попал в больницу. Предположительно, сигарета стала причиной пожара, из-за которого пострадал гомельчанин. Прошедшие ночью спасатели Гомельского городского подразделения МЧС ликвидировали возгорание в квартире на улице Максима Богдановича. По прибытию к месту вызова первых подразделений в двухкомнатной квартире наблюдалось сильное задымление. Хозяйка, 68-летняя пенсионерка, проживает совместно с супругом и сыном. На момент прибытия подразделения к месту вызова хозяйка квартиры вместе с сыном находились на площадке на лестничной клетке в подъезде. После осмотра работниками скорой медицинской помощи сын хозяйки с предварительным диагнозом отравления продуктами горения был госпитализирован в медицинское учреждение. В результате пожара огнем повреждено имущество в комнате. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия неосторожное обращение с огнем при курении. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мужская команда гонбольного клуба Гомель сделала первый шаг к финалу четырех Кубка Беларуси. Подопечные Сергея Цыганкова в Минске обыграли Витязь. Первый период гости завершили в свою пользу 15-12. После перерыва гомельчане продолжили контролировать ход матча и смогли развить успех. Итог поединка 32-27 в пользу Гомеля. Неплохой задел перед ответным поединком, который состоится 26 декабря в Гомеле. Павел Челядко покинул футбольный клуб Славия. Защитник отыграл за мозорскую команду в общей сложности четыре сезона в 2012, 2013, а также 2017 и 2018 годах. За это время в чемпионатах страны футболист провел 84 игры за красно-черных, забил три гола. Напомню, что в минувшем сезоне Славия выиграла чемпионат страны в первой лиге и получила право выступать в сильнейшем дивизионе. Гомель принимает финал четырех розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд. Решающие поединки турнира пройдут на паркете спорткомплекса «Локомотив». Завтра состоятся полуфинальные матчи. В 17.00 на площадку выйдут Борисовский Батэ БГУ ФК и Солигорский Шахтер. В 19.00 начнется поединок между Гомельской Энергией и Столичным Строителем. Неудачники полуфиналов на следующий день оспорят бронзу Кубка. Этот матч стартует в 17.00. Финальный поединок начнется в 19.00. Отмечу, что вход на трибуны спорткомплекса «Локомотив» бесплатный. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.